Привет, привет всем, друзья! Меня зовут Евгений, и в этом ролике я расскажу об очень интересном и уникальном универсальном станке с числовым программным управлением для металлообработки. Я прекрасно понимаю, что многие предпочитают, когда все станки по отдельности выполняют свои возложенные заводом функции. Однако у такого типа станков есть своя целевая аудитория, ведь не у всех есть мастерская и могут себе позволить такое количество станков, выполняющие все необходимые работы по металлообработке. Этот агрегат для тех, у которых токарный станок ассоциируется с простым бытовым инструментом, призванный помочь в реализации какого-то проекта, и не является средством заработка. Хотя заработать на нем тоже можно, ведь однотипные задачи он выполняет с большей скоростью благодаря ЧПУ. Но речь не об этом. Станок был разработан и построен Алланом Джексоном в начале 2000-х годов и по сути является улучшенной и модернизированной версией универсала 50-х годов, разработанной Дэвидом Урвиком «Импетус». Кстати, ролик о нем вы можете посмотреть на моем канале, нажав на подсказку в правом углу экрана. На выставке модельного инженера в 2008 году станок Степпер Хит получил золотую медаль. Станок сделан из стали и у него гораздо больше функциональных возможностей благодаря некоторым конструктивным решениям, даже если не учитывать появление числового программного управления. Однако треугольный замок, запатентованный Урвиком, остался, ведь это действительно гениальное решение. По сути, станок стал более легким, ведь пришлось отказаться от довольно весистого чугуна, да и форма самого станка стала немного компактнее. Из самых явных изменений могу отметить, что массивная колонна не является главной поддерживающей ножкой для всего станка. Она проходит через блок станины, которая жестко зафиксирована к столу и является основной частью станка. В колонне жестко зафиксирована передняя шпиндельная бабка и в самом верхнем конце массивный стальной кронштейн с двумя рычагами для фиксации направляющей задней бабки, которая в данном случае не является вспомогательной станиной, как в импетус, а имеет форму круглой балки, в правом конце которой жестко зафиксирована задняя бабка. А чтобы избежать деформации направляющей при обработке, задняя бабка вместе с ее направляющей фиксируется к станине специальным подвижным кронштейном. Все эти решения дали возможность увеличить длину саму станину станка и, соответственно, максимальную длину обрабатываемой заготовки. А также увеличилась жесткость всей конструкции в разы. Кронштейн, находящийся в верхнем конце главной колонны и поддерживающий направляющую задней бабки, может быть ослаблен, что дает возможность изменять расстояние от центра задней бабки до центра передней, при этом сохраняется максимальная жесткость. На передней поверхности статичного блока станины находится рычаг с лимбом, вал которого посредством червячного механизма соединяется с шестеренкой, которая приводится в движение шаговым двигателем при помощи трапециевидного винта, на конце которого находится гибкая муфта. Такое решение дало возможность поднимать переднюю бабку и вручную, и автоматически. Кроме этого, на внутренней части блока находится рычаг для фиксации колонны в блоке, который по сути является винтом, прижимающий треугольной формы шпонку. Шпиндель передней бабки крепится двумя подшипниками к корпусу передней бабки и проходит через специальное отверстие в главной колонне. Очень интересно реализована продольная подача суппорта, как и механическая, так и автоматическая. Рукоятка для продольного перемещения находится в самом правом конце станины, однако на передней ее части и имеет шестеренчатый механизм передачи. Главный приводной винт продольного перемещения жестко закреплен к задней части станины и имеет сверху полукруглый защитный корпус. Автоматическое перемещение корпуса обеспечивает самый большой в этом станке шаговый двигатель. Задняя бабка оснащена трехрычажной рукояткой для выдвижения шпинделя, а левее расположен рычаг фиксации. И все находится спереди, что вполне удобно. Кронштейн шпинделя задней бабки оснащен также рычагом фиксации по высоте. С задней стороны в этой же области находится рычаг фиксации подвижного кронштейна задней бабки. Как вы уже успели заметить, данный станок состоит из огромного количества неординарных решений. Но ведь это еще не все. Мы переходим к суппорту и тут нас ждут еще более оригинальные решения. Мы замечаем очень необычно расположенный винт поперечной подачи и рукоятку. Они находятся под определенным углом к самому столу. И не посередине, как обычно, а в крайней правой неподвижной части стола. Трапециедальный винт не является ходовым винтом. Он статичен и выполняет роль направляющей, которую двигает шестеренка, а ей, в свою очередь, крутит тот самый управляющий вал с рукояткой, на конце которого есть трапециедальная резьба. Понятно, что конструкция очень заморочена, однако это все работает и вполне неплохо. Рядом с рукояткой, чуть ближе к станине, находится шаговый двигатель с маленьким рычажком для переключения механической и автоматической передачи. На нижней части суппорта располагается рычажок для фиксации станины, что очень помогает при фрезерной обработке. На столе профрезерованы два Т-паза для крепления огромного количества дополнительной оснастки, что делает этот станок максимально универсальным. Ну, или можно крепить малую продольную подачу с оригинальным резцом, выполняющий также роль и резцедержателя. Кстати, у автора есть несколько вариантов им же разработанных резцедержателей. Фрезерное устройство имеет небольшие размеры и состоит из корпуса шпинделя с двумя Т-образными ножками, предназначен для крепления фрезерной головки непосредственно к столу суппорта или к направляющей задней ватке посредством специальной плиты, у которой также есть Т-пазы. Ну и двигатель, конечно. Далее я предлагаю посмотреть некоторые функции, которые может выполнять данный станок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всем огромное спасибо за внимание, всем пока!